Третий вопрос звучит он следующим образом Действия союзных организаций по защите интересов работников в обстановке коронавируса Товарищ Гиль Гиль Павел Юрьевич, селецоремония 4-го разряда Все мы, особенно рабочие, знаем, что у нас, к сожалению, случилась такая большая беда, причем в мировом масштабе, как пандемия И, конечно же, это серьезно отразилось на нас, очень серьезно отразилось Ну, как, я спрашивал рабочих по-разному У кого на предприятии практически ничего не изменилось У кого-то изменилось в худшую сторону У кого-то даже какие-то плюсы появились Но суть в чем? То, что в глобальном смысле проблема касается все равно всех И вот тут нужно понять, что делать вообще, в принципе Вот есть такая, значит, позиция очень правильная Что по мере продвижения вперед Борьба классовая должна усиливаться Это правильно, потому что, несмотря на то, что как бы ограничение, не ограничение Есть прецедент Надо бороться Надо усиливать свою борьбу А как и что конкретно? Ну вот, на некоторых предприятиях, то есть, стали вводить какие-то ограничительные меры Стали ограничительные меры вводить, например, на улице, там, еще где-то в городах Стали пропускные какие-то пункты Это начинает подражаться на экономической обстановке То есть, все равно у людей падают доходы Передвижение ограничивается очень серьезно Здесь нужно бороться внутри профсоюза За то, чтобы условия ваши в эту пандемию становились лучше Чтобы, как говорится, развитие было все равно Профсоюзного движения То есть, несмотря на то, что вам преграждает путь развития То, что вам мешают как-то Вы должны с товарищами находить возможность встречаться Желательно, конечно, очно Потому что, ну, можно онлайн Можно онлайн Предлагали товарищи, вот, товарищи Актем предлагал, что у нас 21 век, да Можно провести конференцию, например, онлайн И там с товарищем, там, с рабочими как-то связаться Что-то какие-то решения, какие-то вопросы Но лучше, конечно, все равно встречаться очно Потому что очно все равно немножко по-другому Дает возможность реализации каких-то вопросов Тут есть ряд, как бы, предложений, которые стоит действительно Заслушать Зачитать, заслушать Значит, нужно что? Нужно добиваться, значит, вот Более, как бы, серьезной профилактики Что и пандемия, или коронавирус То есть, несмотря на то, что, как бы, у вас на производстве Есть это, нет Вы должны в свой коллективный договор Вот, в свои требования Вписывать вот такие моменты По того, чтобы у вас Во время пандемии Все эти моменты По коронавирусу Ну, или в любой другой, в принципе, какой-то эпидемии У нас сейчас вот коронавирус Чтобы профилактика была качественнее Была лучше Чтобы вам предоставляли, соответственно, какие-то, не знаю, там Средства индивидуальной защиты То есть, если этого, они у вас нету Чтобы вас там, я не знаю За счет работодателя Не за ваш счет За счет работодателя Возили там делать прививки Например, или какие-то дополнительные какие-то Медитинские обследования Вот, что, например Все мы знаем, что У нас есть ряд предприятий Которые, несмотря на то, что была пандемия Они остановиться не могут Жизненно необходимые предприятия Такая работа Я в том числе, как бы Потому что я У нас теплоэнергетика И без этого Нельзя ни в коем случае Станция может остановиться просто И это коллапс Что вы должны делать? Вы должны через профсоюз Через организацию рабочих Добиваться, чтобы вам выход В эти дни Был не как Вроде как обычный день Часть у нас не работает Коллектива Какая-нибудь администрация Она отдыхает дома Получает свои деньги А вы выходите Вы работаете Как обычно Извините У нас пандемия Мы можем прийти на производство Там, значит, человек вдруг заразился И получается, что мы все сейчас заражаемся Вы тогда повышаете нам заработную плату Мы требуем Повышение заработной платы И вписывайте это в коллективный договор Обязательно Ну и, конечно, выдвигаете такие требования Только коллективно Потому что, если один подойдет Второй подойдет Скажет Ребята, что вы хотите У вас там по закону Все там как бы сказано Оплачивают У нас так было Вот мы не собрали, к сожалению Ребята У нас так было Что мы спрашивали Подходили Как оплачивают Как обычный день Как же в обычный день Ну как бы Все это не работают Мы как бы уходим работать Ну вот так По закону То есть коллективный договор Это ваш закон На вашем производстве То, что вы туда впишите И если вы добьетесь этого То и будет реализовано Вот что очень важно понимать То есть какие еще моменты могут быть Значит То есть вот вы просите Величенные заработные платы Можно двойную Можно тройную Хотите Ну то есть Любого размера Главное, чтобы это было Достигнуто Было Значит Обязательно нужно требовать Выполнение действующего Критина договора В полном объеме Потому что Понятно, что у нас сейчас У нас такие условия сложные Знаете Там В следующий раз Может там Пройдет пандемия Мы все сделаем Реализуем Обязательно сделаем Нет, извините Сейчас Наше здоровье сейчас Ухудшается Не только благодаря пандемии А благодаря еще тем условиям Которые у нас на работе Будьте любезны Даже не любите любезны А мы требуем То есть нужно все жестче и жестче То есть нужно не отступать Нужно нападать наоборот Значит Какие еще могут ситуации быть Понятно, что нужно включить Все вот эти меры Вклить на договор Их закрепить Чтобы они были Чтобы в случае, например Другой какой-то эпидемии Другой пандемии Это не было Чтобы у вас Это повторялось Постоянно Чтобы это уже было Что в случае Эпидемии Пандемии Еще какой-то ситуации У вас уже такие есть Пунктики Пожалуйста Да, ситуация может измениться Как-то немножко В другую сторону идти Но вы Дополните этот проект А не Не знаю Не будете его заново Снова чистого лица Писать Там под каждую Какую-то эпидемию Сегодня холера Завтра Не знаю С кишечником проблем Замучитесь писать Нормы профилактики Обязательно должны соблюдаться То есть Это должно быть Не на плечах Рабочих Типа Вот вам нужно Вы соблюдаете Нет Вы нас приглашаете Во время пандемии Работать на производстве Вы нас обязуете Вы должны тогда нам Создать все условия Для этого Чтобы мы Грубо говоря Были здоровы Еще одним таким же Пунктом Замечательным Можно предложить Сокращение рабочего дня До 6 часов А почему нет Ну вот У нас пандемия Как А вы тут людей Отпустили Часть коллектива Да Они все Уже не работают Вообще И получают Еще деньги за это А мы тут приходим И полный день А еще и по 12 часов Заставляет Потому что Непрерывное производство И что получается Мы сейчас придем На производство 12 часов отпахаем Придем Домой То есть Я могу семью заразить Детей своих заразить Как бы Несмотря на Которую вы там Меры предоставляете А может вообще Ничего не предоставляете Или например Вы работаете Те же 8 часов Вы приходите А там люди уже В магазин сидят Большой толпой И вы все вместе В магазин толпой Опять Прецедент заражения Давайте Мы будем работать 6 часов А может 5 часов Вот Зарплату Повысите Потому что Мы рискуем Это наши риски Наше здоровье А вдруг я заражусь Буду заражать остальных Мне нужно На таблетки На профилактику Я буду хорошие маски Покупать Если вы этого не делаете Ну лучше чтобы И вы это делали То есть Ну нужно все Записывать Коллективный договор И вот Как бы За это серьезно бороться Потому что Никто кроме нас Рабочих Это не сделает Они будут Это как это Вот этот момент Они же Как в том фильме Они жизнью пользуются И пользуются Этим моментом Что они Вот такие условия Мы можем Значит у кого-то Из кармана Что-то вытащить Мы можем Поэксплуатировать Побольше людей Посерьезнее Поэксплуатировать И за это Как бы еще и получим Что-нибудь Вот так работодатель Рассуждает Нам надо наоборот Что мы можем Как бы тоже Освободиться От этого всего Тут как бы Риск нашего здоровья А нафиг нам надо Перерабатывать Еще какие-то эти Обеспечить нам Безопасное место Проводите профилактику Ввозите нас Бесплатно На тестирование И все остальное Надо требовать Замечательных условий Для себя В этом суть Ну наверное все Спасибо Спасибо Вопросы какие-нибудь будут? Да нет Спасибо Хорошо выступил Спасибо Уважаемые товарищи Хотелось бы Валентин НПР защита Саровской генерирующей компании Электромонтер Сопредседатель Что хотелось Вот вопрос Не просто так звучит Действия профсоюзных организаций Защиты интересов Именно в этой обстановке Вот действительно В этом году Наверное Профсоюзы Которые И без того Сейчас находятся В такой Не сказать что Сильно бурной деятельности Да Ихняя работа была Где-то Притуплена Где-то Приостановлена Вот Введением Значит Самоизоляции Когда Основная часть Коллектива Была выведена Где-то Локауты Где-то До сих пор Даже вот Часть работников Которые 65 плюс У нас есть Такие работники Которые Не работают Значит Стали перед риском То есть Тем Значит Оплачивается Часть неполной Зарплаты Значит Три месяца Оплачивали 100% Потом Значит Работа Президент Или Губернаторы Сказали Соц Страх Чтобы Все эти Вопросы Решал Соц Страх Соц Страх Оплачивает 75% Заработной Платы То есть По Больничному Листу Эти люди Получаются С каким Риском Сталкиваются Вот эта Категория 65 плюс Значит Они Сталкиваются С таким Риском Что Они Могут Вообще Потерять Работу То есть Придет Тот Момент Когда Работодатель Скажет Хватит Вам Платить Эти Средства Или Увольняйтесь Или Переходите Допустим Ставку Занизят Там Не целую Ставку Занимать На пол Ставки Будет Работать Вот Как Сказал Павел Юрьевич Уже Эти Моменты Точнее Можно Себя Предостеречь В том Плане Чтобы Какую То Вот Эту Защитную Функцию Выполнял Действительно Тот Голдогер Может Какие-то Моменты Стоит Занести В Коллективный Договор Я Вот Сокращение Рабочего Дня Хотел Рассказать Как у Нас Это Происходило Значит В мае Месяце Извиняюсь В конце Апреля Значит Президент Объявляет О самоизоляции В то Ему Губернатор Повторяет Это И По-моему 28 Числа Нам Руководство Объявляет Что Завтрашнего Дня Хотели С обеда Уже Все Убежали Соснов На завтрашнего Дня Значит Мы Прекращаем Работу Выставляются Графики Дежурств Кто Когда Там Чего Назначается Назначается Значит Ну И Приаварийных Если Какие-то Аварии Для устранения Аварий Персонал Будет Вызван Для устранения Для починки Оборудования Вот Значит Были Приняты Такие Меры Где-то На Месяц По-моему До 12 Мая Мы Уже Вышли Работ Вот Происходит Какая ситуация Выходит Из строя Оборудование Ну И Соответственно Руководством Вызывает И Совершенно Вот Надо Заметить Какая Мотивация По сокращению Рабочего дня У людей То есть Люди Выходят Заточенные На то Что Они Устранят Сейчас Эту Неисправность И Они Не будут Оставаться На Производстве Да Они Устранили Неисправность И Ухли Домой Вот Почему Как бы Нас И Побудило Завязать Переписку С генеральным Директором О том Что Мы Предлагали Им На момент Пандемии Перейти К 6-ти часовому Рабочему Дню Значит Тоже Несколько Отписок Было И В одной Из них Было Отмечено Что На данном В данный Момент Переход К 6-ти часовому Рабочему Дню Нецелесообразен Ну Значит Будем ждать Того момента Когда Это будет Целесообразно Да Вот И Эту Мотивацию Значит Она Очень Хорошо Просматривается То есть Человек Пришел Зная Какие Функции Будет он Выполнять Зная Чем Он Будет Заниматься Он Как бы Постарается Может быть Даже Интенсивнее Работает Но Понимает Что Никто Как бы Задерживаться На работе В таких Условиях Не заставить То есть Авария Там Или Инцидент Какой-то Был Устранен Оборудование Опять Заработало В принципе Работник Уже Ремонтный Персонал В принципе Уже Не Нужен Да Он Дальше Уходит На Самоизоляцию Вот Потом Еще Момент Вот Этого Резкого Как бы Резко Все ушли Резко Пришли Он Тоже Постепенно Значит Никто Не Вводил Персонал Это Тоже Как бы На Мотивационную Составляющую Я считаю Если Объявили Допустим Эту Пандемию Можно Как-то Какой-то Механизм Этому Придумать К примеру Не Выводить Там Весь Персонал Вообще Как Показала Практика Все это Было Настолько Бессмысленно Хотя Кто-то Кричит Что Вроде Они Все Правильно Сделали Но Не Знают Ничего Не Изменилось Просто У нас По работе Как У нас Еще Сдвинулись Графики Ремонтов То есть Мы Целый Месяц Извините Ничего Не Производили Никаких Ремонтов Графики Сместились Потом Вышли И Хорошо Что До Авралов Не Дошло Но Близко К этому Такой Исполнили Под козырек Вроде Будо Но Не Думая О Будущем Как Это Было Все В Нормальную Работу Опять Производить Эту Работу Нормально Да Вот Показало Это Конечно Что Люди Довольны Че Плохого Такого Пришел Вовремя Ушел Но Мы Были Неуслушанными Отписки Это Что Касается Сокращения Рабочих Что касается Профсоюзной Работы Здесь Тоже Маленечко Такой Вопрос Бывают Места Как мы Вот Уже Слышали От Выступающих Что И так Тяжело В Рабочее Время Представителям Профсоюзных Организаций Инициативных Групп Или просто Инициативным Работникам Ходить Передвигаться Общаться Со Своим Коллективом С представителями Других Цехов Других Подразделений Действительно Это Так Бывают Особенности Того Что Просто Физически Невозможно Потому Что Нет Велосипеда Или Каких Подручных Средств Как Человек Сказал На 4 Км Разброс На предприятии Пока Он От Дого Здания Другого Дойдет А Потом Он Придет Скажет А Где Ты Был Тебя Не Был На Рабочем Месте Дисциплинарное И И Тебе Обеденного Перерыва На Это Не Поменьше Общайтесь Значит Все Закрыли Рты Опять Этими Масками Поменьше Общайтесь Меньше Контактируйте Без Рукопожатий Без Объятий Без Всего Тому Подоль Но Как Правильно Сказал Докладчик Здесь Вот Этот Момент Мы Привязали Опять К тому Что Будь То Воздействие На Нас Какого Кризиса Воздействие Пандемии Именно Надо Добиваться Полного Соблюдения Вот Этих Норм Выполнения Коллективного Договора И Борьбу Только Усиливать Понимать Что Работодатель В своих Интересах Будет Просить Каких-то Поблажек А Работодатель Всегда Как бы Использует Такую Меру Что Вот Вы Поймите Сегодня Не тот Момент Не тот Случай А Извините Как Показывает Практика Тот Случай Может Просто И Не Настать Рабочий Не дождется Этих Улучшений Пока Действительно Все В свои Руки Как Ранее Было Сказано Не Возьмешь Вот Это Все Что Хотел Добавить Еще Денис Борисович Здравствуйте Товарищи Серег Денис Борисович Врач Недоскопи Заведующее Отделение Госпиталь Для ветеранов Воин Санкт-Петербург Научный Консультант Российского Комитета Рабочих С одной Стороны Вот эта Ситуация С новой Коронавирусной Инфекцией Она проявила Недостатки Организации Системы Здравоохранения И Недостатки Вообще Скажем так Социальной Организации И это мы Хорошо видим На примере Китая Собственно говоря Где Вспышка Эта началась Где Ее удалось Локализовать И Не допустить Распространение По всей Территории Страны И мы Понимаем Что это Связано Практически Исключительно С тем Общественным Строем Который В этой Стране Есть И С возможностью Обеспечить И организационно И идеологически И так сказать Ресурсами Все меры Которые Действительно Помогут Остановить Распространение Этой инфекции Во всех Остальных Странах Мы видим Странах Капиталистических Даже С развитой Экономикой Даже Так сказать Где Расходы На здравоохранение Зашкаливают По сравнению С нашей Страной Как в Соединенных Штатах Эта инфекция Распространилась Достаточно Широко И собственно Говоря Все эти Миллионы Долларов Которые Идут на Здравоохранение Соединенных Штатов Они оказались Бессильны Перед Распространением Инфекции И опять же По Тем же Штатам Мы видим Что Больше всего Пострадали Наименее Обеспеченные Слои Населения Самые Бедные Оказались В группе Риска И Там Изоболеваемость И смертность Превышает Изоболеваемость Смертных В других Группах Что касается Принимаемых Мер То Мы видели Поначалу Что эти меры Насилие В общем Такой Достаточно Хаотичный Характер То мы Открываем То мы Закрываем То мы Все Запрещаем То Начинаем Все Разрешать Потом Возвращаемся Опять к Ограничительным Мерам То есть Такое Метание Тоже Не Способствовало Нормализации Обстановки Понятно Что на первом Этапе Было Неизвестно Как распространяется Этот вирус Но сейчас Достаточно Знаний Накоплено Что В общем То он Не Ветром Приносится От человека К человеку А распространение Дет в маленьких Группах То есть Кластерами Так называемыми Если Вы Поработали С людьми В одном Цеху Или Проехали В автобусе Или в метро Или в супермаркете То риск заболеть Не очень большой Если вы сели С товарищами За столом Поели Попили И пошутили А кто-то из них Был заражен Вот тут вы и получите Этот вирус Поэтому Часть мер Уже понятно Которые принимались И принимаются Они Являются избыточными Ну например Если человек В одиночку Находится На своем рабочем месте Да Допустим Водитель Ходор Находится В герметичной кабине Но тем не менее Он обязан Носить маску И мало того Он обязан носить Перчатки Требование Носить перчатки Оно Вообще Сразу было Ну скажем так Понятно Что оно избыточное Но тем не менее Вот это абсурдное требование До сих пор Не снято Хотя Никто его не соблюдает Практически Но На транспорте Тем не менее Требовали С водителей Не общественном транспорте Чтобы они Носили Не только маску Но и перчатки В течение всей Рабочей смены Представляете 12 часов Человек должен Находиться В резиновых перчатках Понятно Что это Больше наносит Вреда здоровью Чем Приносит Какую-то Ральную пользу И поэтому То что касается Позиции профсоюза И то что касается Включения Пунктов В Коллективный договор Здесь Нужно Руководствоваться Следующими принципами Во-первых Принципами Обеспечения Охраны труда И здоровья Сотрудников То есть Все те меры Которые Действительно Направлены На сохранение Здоровья Они должны Работодателям Соблюдаться Неукоснительно Что касается Средств Индивидуальной защиты То есть Маска Или даже Те же перчатки Если Они требуют То естественно На рабочем месте Они должны Предоставляться Как все другие Средства Индивидуальной защиты Должны предоставляться Работодателям И это тоже Должно быть Записано В коллективном договоре И кроме того Здесь Я бы хотел Подчеркнуть Необходимо Прописать Нормы Выдачи Вот этих Средств Индивидуальной защиты Потому что То что касается Тех же самых Водителей На метрополитене И Пассажирском Транспорте То Нормы у них Были Одна маска На смену И одна Пара перчаток По-моему Насколько Поним Естественно Что невозможно При механических Нагрузках Одно Пару латексных Перчаток Сохранить В течение Всего времени Да И уж не говоря о том Что пользы От нее никакой Не будет То есть Нормы Выдачи Вот этих СИЗов Они должны быть Приведены В соответствии С нормами Использования Соответствующих Изделий Медицинского Назначения Та же самая Маска Она является Изделием Медицинского Назначения Те же самые Перчатки Изделием Медицинского Назначения Если положено Менять Каждые 2 часа Маску И перчатки Значит Это и должно И значит Нормы Выдачи Вот этих СИЗов Должны быть Закреплены Соответствующим Образом Они закреплены В соответствии С санитарно-эпидемиологическими Нормами А не в соответствии С тем Так сказать Представлением Работодателя О нормах Обеспечения И конечно Поскольку В распоряжении Правительства Не было Указания На то Что При Выдаче Вот этих Средств Необходимо Руководствоваться Санитарно-эпидемиологической Нормой Прописывали То что Выгодно Работодателю То есть В единичном Экземпляре А дальше Как вы Исполняете Это Ваше Личное Дело И кроме Того Необходимо Защитить Работников От Необоснованных Штрафов В связи С Неприменением Этих Средств Если извините меня Нормы Выдачи Нарушены Если перчатки Не выдавались Если маска Не выдавалась То Лишать Работника Премии На этом Основании Это Незаконно И Профсоюз Должен в данном Случае Свою Позицию Заявить Твердо Вот Таким Образом Значит Поэтому При Таких Ситуациях Необходимо Чтобы Профсоюз Сразу Вырабатывал Свою Позицию Самостоятельно И Особенно Если Есть Общественные Инспекторы По Охране Труда А вообще Каждая Профсоюзная Организация Нужно Обзавестись Этими Инспекторами Вырабатывать Вот эти Требования Которые Будут Направлены На Действительно С одной Стороны На Сохранение Жизни И здоровья Работника И С другой Стороны На Защиту Работников От Необасованных Требований Работодателя И Попыток Давления В связи С Этими Экстрапинарными Мерами Спасибо Спасибо Уважаемый товарищ Кто бы Еще Хотел Выступить По данному Вопрос Какими-то Отностями Работы Толкнуть Дмитрий Юрьевич Шилов Эммиград ООО КБСН Вот Мы Видим Что Работодатели Пытаются В своих Интересах Использовать Ту Напасть Которая На нас Огрушилась В прошлом году Как это Происходит Допустим Конференция Должна быть Конференция Провсоюзная Проводится Ну вот Она как-то Переносится И вот Поводом Является Как раз Запретительные Меры Чтобы Собираться Но подождите Если Людей Заставляют Выходить Ежедневно И подвергают Их риску Там В транспорте Да Вот То есть Прием пищи То есть Организован Так что Все равно Люди Собираются Большими Группами Вот То есть Ну тут Получается Какая-то Незостыковка То есть С одной Стороны То есть Капиталисты Всегда Используют Какие-то События В своих Интересах То есть А мы Как Рабочий Класс Соответственно Должны Своих Интересах Использовать Вот Те События Да Которые Вот Значит На нас Влияют Как Это Уже Это Является Вредным Фактором Вот То есть Это Распространение Этой Инфекции Это Не должно Быть То есть Вот эти Проволочки Да То есть Препятствия Собраний Союзной Жизни Развитию То есть Они Это Не должно Быть Препятствием Вот Для Значит Деятельности Профсоюза И Это Не является Отговоркой Да Такой Работодателя Что Вот Потому что Они так Могут По-тихому Это Сама Ну Свернуть Это Старый Кол договор Да Вот Перезаключить Вот Оправдывая Тем Что Вот Сейчас Пандемия Будем Сейчас Собирать Конференцию Вот Нельзя Это Допустить Чтобы Под Шумок Протащили Нужные Для Собственника Средств Производства В интересах Его Оттащили Такой Договор Спасибо Кузнецов Город Ленинград Кирфа Нагомаш Ну Что Такое Пандемия Я На себе Почувствовал Как раз В этом Году Когда Меня Значит Меня 65 Плюс Вот Меня Вынудили Уйти Так Сказать Уволиться С предприятия Хозяева Я работал У хозяина В общем-то Меня Уволили Профсоюза У нас Не было Потому что Там работало Всего 12 Человек Естественно Защитить Некого Было Но Пришлось Уйти Тем Не Работу Я нашел Вот На Кировском Заводе Меня Взяли Там Токаря Нужны Вот Я сейчас Работаю На заводе Там Да Администрация Принимает Меры Для Защиты Значит Работников Нам Регулярно Выдаются Маски Регулярно Так сказать Проводятся С нами Беседы Что Тем Не Менее Эти Маски Почти Никто Не Носит И Мы Там Внутри Там Коллектив Большой Цвет Большой Где Я Работаю И Постоянно Там Общаемся Без Масок И Правда Должен Отметить Один Случай Недавно У нас Был У Одного Там Выявили Коронавирус Положили В больницу Я Что Хочу Сказать Что Тут Было Совершенно Верно Замечено Что В принципе Конечно В связи С пандемией В общем Мы Все Видим Что Какой-то Такой Экономический Кризис Все-таки У нас Имеется Спад Производства И прочее Вот Это С одной Сороны А с другой Стороны Ведь Эта Пандемия Она Она Очень Властям Очень Выгодна Ведь Смотрите Все общественные Мероприятия Запрещены Допустим Про союзные Митинги Запрещены Правильно Я Это знаю Потому что Регулярно Мы Например Подаем Прошение К администрации Провести Какое-то Мероприятие Заранее Знаем Что они Нам откажут И нам Естественно Отказывают Правда Это Не означает Что мы Эти Мероприятия Не проводим Мы Собираемся Проводим Мероприятие Пока там Милиция Полиция Очухается Пока Они прибегут Мы уже Все сделали Так что В принципе От этой Пандемии Власти Они конечно Даже Имеют Какую-то Выгоду Вот с Этими Запретами На нее Очень Удобно Списать Причем Ну я не врач Мне трудно Говорить Мне кажется Что Вот эти Масштабы Это Процент Смертности За счет Пандемии Он Увеличен Раньше Гриппа Больше Умирала Чем От Пандемии Правильно Поэтому На эту Пандемию Сейчас Власти Все Исписывают Вот Собственно Черт Приходил Спасибо По поводу Пандемии Хочется Сказать Что Даже Если Предположить Что Китайскому Институту Вирусологии Не платили Грантов За Соединение Вируса С Человеческой Клеткой Белка Вот Это Такое Ощущение Что Он Действительно Выведен Откуда Так Так Он Выгоден Именно Только Буржуазия Она На данный Момент Вообще Отделена Как бы Вообще От Рабочего Класса Абсолютно И заборами И так далее И менеджерами То есть Можно владеть Своим предприятием И необязательно Там быть И так далее Также Когда Вот Именно Стало Все Готово Для того Чтобы Изолироваться Полностью От людей Простых От рабочих Как-то Вот Такая Вспышка Появилась Даже Доставка Еды И так далее Вот Появилась Вот Именно Тогда Когда Все Это Нужно Было Уже Готово И тут Уже Еще Медицина Пошла Пахать Непаханное Поле Все Обещают Каких-то Лекарств Золотых И Давай Драться По телевизору Кто Че Покупает Ну Ладно Это Все Глупо Все У нас Свои Задачи Как бы Вот Ну Например У нас На предприятии В период Пандемии Так и остались Работать И мне кажется Это тоже Непаханное Поле Такое Допустим Для Общения Наоборот Конечно Нам понаставили Много Перегородок Везде Антисептики Там Маски Многоразовые Такие Выдавали Все Это Можно Мыть Пользоваться А Большая Часть Вообще Работников Там Интеллектуальных Таких Они ушли Или На дистанционку Или Просто На Неоплачиваемой Оплачиваемой По своим Каким-то Меркам Зарплату Рабочие В принципе Оставались Можно сказать Наедине С собой Могли Общаться Но К сожалению У нас Пока Контакт Есть Но Не до конца Люди Поддерживают Меня Но Поддержать Активными Действиями Пока Нет А Вот Так Может Быть У кого-то Если Тоже Такие Правда Сейчас Вышли На Режим Такой Уже Практически Нормальный Сейчас Везде Уже И Карантина Наверное Нет Я Так Думаю Но Если Где-то Вдруг Так Такое Случится Что Рабочие Работают Наоборот Есть Возможность Пообщаться Мне кажется В период Пандемии И Пообсуждать Что-то Даже Меньше Скрываясь Так Как Ни Руководства Ни Каких-то Таких Инженерных Корпусов Но Единицы Какие-то Там Где-то Были Ну Вот Так Как-то Можно Если Этим Пользоваться На мой взгляд Также Есть Еще Электронные Ресурсы Всевозможные Где Можно Просто Быть Ведь Живой Онлайн У нас Целая Организация Работала Ушла На удаленку Что И Между Собой И даже Это Осталось До сих Пор Вот Как Следствие Пандемии То Что У нас Многие До сих Пор Мастера Или Еще Кто-то Они Даже Думаю У них Еще Усугубилась Жизнь Тем Что Они Все Ремя На Собрании Они Ходят С Телефоном И Что Там Говорит То Есть Где То Идет Совещание Или Обсуждение Чего-то Они Должны Быть Все Ремя Как Б Онлайн Хотя Б Слушать Его Можно Выключить Себя Там То То Получается Но Это Конечно На Мастеров На Рабочих Это Не Касается Они Не Участвуют В Этих Там Планерках И так Далее Но Рабочие Могут Тоже Также В принципе Любой Ресурс Где-то Взять Группу Свою Создать Рабочую И На ней В принципе Все Обсуждать Вопросы Хоть В письменном Виде Хоть Онлайн Общаться Голосовым И даже Визуально Думаю Сейчас Небольшая Проблема В желании Наверное Должна Все Операция Как-то Вот Так Спасибо Ананевич Никита Слесарь Самара Ну Я хочу Сказать По поводу Коронавируса Такое Что На самом Деле Когда Уже Люди Хорошенько Им Переболели Совершенно Правильно Был Заметил Товарищ Дегтярев Что Очень Легко Когда Ты В одной Будке Сидишь Тем более В холодное Время Года Вы легко Там Все Перезаражаетесь А именно Так Бригады В промежутках Между Работой Себя Ведут Сидят В одной Будке И нам Прекрасно Было Понятно Мы Все Все Дружно Переболеем Большая часть Переболела Один Сотрудник Умер От Осложнений Связанных С коронавирусом И тут Нам Выдали Сист Нюх потеряли Все Ну Вот Но Это Надо Сказать Я до сих пор Хожу Снюхаю Без То есть Частично Но Это Надо Сказать Что Что такое Предприятие И Отдельный Рабочий Коллектив Это Все Срезы Общества Всего Но Если У нас По всей Стране Такой Бардак Как Выше Уже Заметили Выступавшие Так Что же Ждать От Отдельных Мест Это Раз Дальше Что У нас Там Было С Этим Самым Коронавирусом А Значит Когда Вышел Указ Президента О вакцинации Тоже Интересно Очень Поступили Раздали Некую Бумажку Которой Было Написано Там Работники И так Далее Подлежат Вакцинации В соответствии С чем Согласно Чему Они Подлежат Вакцинации Ничего Не Написано Ни Подписи Ни Печати Ни Черта Один Листочек С тем Что Подлежат И все Ну То есть Такое На пустом месте Что-то написано На самом деле Видимо В связи С указом Президента Даже По-моему На него Не Не Стоит Ни Подписи Ни Печати Ничего И Прикладывается Таблица И предлагается Сотрудникам Написать Своё Имя Фамилию И написать Хочу я Прививаться Не Хочу Прививаться Почему Не хочу Если Не хочу Представляете И подпись Поставьте Понимаете То есть И причем Эти списки Они так Отдельно Значит Это просто Чудесно То есть Можно в принципе Взять эти Сами понимаете Какие тут Возможно Значит Манипуляции С этим Ну Я вот хочу Сказать Что такое Вообще Никаких там Следов Не надо Оставлять По-хорошему Я просто Отказался Ну Меня Кажется Поругали А что Говорят А я говорю А я не хочу Не хочу Я И все И не стал Подписывать Ну Никаких Последствий А многие Ну Я не стал Вообще Никак Обосновывать Понимаете Да Имею право Вот Но многие Я хочу Заметить До такой степени Потерял Наше руководство Начиная От самых низов И до самых верхов Доверие населения Не то что там Сотрудников отдельных Подприятий Что Рабочие Ну В большинстве Своем Стали От этого Всего Отказываться Правильно это Ну наверное Нет Потому что Приваться то надо А с другой стороны Так бездарно Вся эта Компания Была проведена Что Извините Вы видите Как говорится Люди голосуют Ногами Вот Они Таким образом Недоверие свое Выразили Понимаете То есть Мы Вам до такой степени Уже не доверяем Что вы нас Отравить что ли хотите Это очень плохо Вот вам Пожалуйста Результат Значит Чего Результат Жадности Крайней жадности Правящего класса Наемными менеджерами Которые являются Разного рода Там Самые высокие Должностные лица Лица Во всех классах То есть Во всех странах Да Во всех странах То есть Мы не будем Там Ругать Какую-то Одну Конкретную Страну Да Вот То есть Что делается Мы сначала От вас Отгородились Ну У нас же Как известно Классов нет Но Класс буржуазии Он сначала Отгрозился Все меры Принял Значит Каким-то образом До того Не до того Во время того Ночью Очень оперативно Скажем так У нас памяти Даже осталось Может быть даже До того Ну не знаю А потом Значит Когда уже У нас все хорошо Причем Если вы обратили внимание Господа Масок-то не надевают У нас же нет Господ Вы знаете Но вот Почему-то Господа При этом Масок не надевают Их сразу видно Поэтому Как и классов Нет Как и Разделение Тоже Если в окно Выгляну Там вот Справа Трущобы А слева У нас Там Невоскребы А по отсутствию Масок Тоже видно То есть Я что хочу сказать Вот Отделившись Таким образом А дальше что А дальше У нас начинается Торговля Давайте Вакцину Всем продадим Понимаете Что это такое Откуда указ Значит Наемного Менеджмента Буржуазии Что нужно Бездрев Раздать Вакцину Это Потому что Это надо Продать Это надо Распространить Вот тут Вот И им Нужна Информация Какой Будет Спрос Потенциально Вот Это понятно Профсоюз Ты что должен Делать Вот и все Это что касается Коронавируса Профсоюз Для того И нужен Чтобы Когда Буржуазии Которые Пофигу До рабочих Абсолютно До лампочки Главное Пусть там Урет Какое-то Количество Лишь бы Деньги Собрать Он Должен Это Дело Предупреждать И Совершенно Законным Образом Начинать Дергать Ну Как Сразу Наверх Письма Писать Бесполезно Вот Хорошо Очень Снизу Перечисленными Уже Многие Выше Перечисляли Методы Меры Которыми Можно Заставить Значит Потребовать Руководство Соответствующих Действий Значит По Своевременному Предупреждению Заболеваемости То есть Вы Значит Если мы В таких условиях Сидим Раздайте нам В конце концов Больше Не одну бутылку На весь цех С обеззараживающей Жидкостью Каждому Дайте нам Возможность Распределите нас В конце концов И прочее То есть Более эффективно Какие-то мер защиты Выдайте нам Лекарства В конце концов Повышающие Метод Или что-то То есть Вот такие Какие-то Меры Ну мало ли Можно их Мало ли Потому что Рабочие Прекрасно Понимают Что надо Делать В таких Ситуациях И что И как Это Сами То есть Больше Смен Могли Да В конце Концов Вести Третью Смену Но Это На самом деле Все Эта Заболеваемость Она Вся Сопряжена С Ситуация С коронавирусом Она Прекрасно Ухудшается В связи с тем Что в принципе Условия труда И Зарплата И все остальное Плохое У рабочих То есть Она накладывается На эту ситуацию И еще сильнее Ухудшает Поэтому Действия Профсоюзов Да Даже Установление Лучших Условия Труда Через Кол-Догу Они уже Частично Решают Эту Проблем То есть Она Вытекает Из Общих Проблем Вот и Все Вот Такое Хочу Именно Сказать Уважаемые Товарищи По Данному Вопросу Также Есть Постановление Сейчас Я его Считаю Постановление Российского Комитета Рабочих Действия Профсоюзных Организаций По защите Интересов Работников В обстановке Эпидемии Коронавируса Российский Комитет Рабочих Отмечает Что Обстановка Эпидемии Коронавируса Подтвердила Роль Общественного Производства Сферы Труда Рабочего Класса Как материальной Основы Жизни Общества В условиях Эпидемии Возросли Риски Для здоровья Работников Капиталисты Стремятся Переложить Издержки Кризисных Явлений На трудящихся Что требует Активизации Борьбы Профсоюзов За интересы Рабочих Российский Комитет Рабочих Рекомендует Рабочим Другим Работникам Профсоюзным Организациям Добиваться От работодателей Первое Неукоснительные Реализации Установленных Установленных Государственным Норм И правил Профилактики Коронавируса Включая Обеспечение Средствами Индивидуальной И коллективной Защиты В том числе Бактерицидными Рециркуляторами Второе Принятие Дополнительных Мер Профилактики Коронавируса Сокращение Рабочего дня Без уменьшения Заработной Платы Проведение Тестирования На наличие Коронавируса И антител Коронавирусу За счет Работодателя Реабилитация Работников После Перенесенного Заболевания Доставка Работников На предприятии Домой Ведомственными Или заказными Автобусами И тому подобное Третье Выплата Удвоенной Заработной Платы За работу В смены В период Объявленный Периодом Самоизоляции Или Нерабочими Днями Четвертое Выполнение Действующего Коллективного Договора В полном Объеме И пятое Включение В коллективный Договор Норм Предусматривающих Дополнительные Социальные Гарантии Работникам В ситуациях Подобных Эпидемиям Коронавируса Своими Активными Коллективными Действиями Рабочие Организованные В профсоюзы Способны Обеспечить Свои Интересы В условиях Эпидемии Вот Такое Постановление Подытожило Как бы Все выступления Наши Подчеркнуло Подчеркнуло Основные Моменты Тех требований Которые Рекомендует Удвигать Российский Комитет Рабочий Есть Предложение Данный Проект Постановления Принять За основу Прошу Голосовать Кто за Против Нездержавшуюся Рим За воды Вставайте Шерен И смытайте На Битву Шагайте Шагайте Шагайте